Получи балкона восстановлены. Они были сначала разобраны, и потом заново собрали, заново отлили. А как же вы туда резались? Есть технология, да? Хорошо. Как будто и не было столетней истории. Здание женской гимназии, дом купца Кадуришова и дворянский дом Решетникова теперь выглядят так же, как и в начале 20 века. Обновленные фасады, окна и отремонтированная кровля. Особую ценность реставрации придает тот факт, что в домах сейчас располагаются школа, детсад и центр детского творчества. Для каждого здания был разработан индивидуальный проект с экспертизами и культурно-историческим анализом. И теперь прохожие смогут любоваться и стилем модерн, и образцами купеческого и дворянского домов. Двойная польза, двойной смысл. Это и украшение города к чемпионату мира. И, безусловно, привитие вкуса и интереса к родной истории для детей, которые в этих зданиях учатся. За 16-й год в Самаре отреставрировали 128 фасадов. 28 из них являются объектами культурного наследия. Несмотря на сложность ремонта, реставраторы, приобретая опыт, с каждым разом выполняют работу и быстрее, и качественнее. Хорошая школа формируется, навыки появляются. Поэтому в дальнейшем задача по приведению в порядок старых домов, объект культурного наследия, будет решаться в более сжатые сроки. Я думаю, мы от этого не откажемся. И даже после окончания чемпионата мира по футболу мы будем дом за домом восстанавливать, чтобы Самара выглядела, как действительно жемчужина по ложе. В планах на 17-й год 319 фасадов. Но если, как и в прошлом году, в проект вложатся частные инвесторы, количество зданий увеличится. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.